Всем привет еще раз! 19 февраля, пивная пятиминутка Илья. Вот, нашел я пиво у себя в холодильнике, которое давно мусолит мне глаза. Это Брама. Всем известная старая добрая Брама. Кто-то вообще еще ее пьет, мне интересно. Слушайте, как начали вот бомбить вот эти всякие выпуски, да? Про коронозаменитель никто не поставил Браму. Или кто-то, у кого-то была она. То есть, как бы она уже и не считается. Все вот поставили новый пивас. А, ну, может, так и... Как бы, смотрите, ну, блин, мне кажется, посмотрим сейчас. Почему я взял? Потому что как-то зашел в магазин, а что-то 44 рубля стоило. Я такой, блядь, как так-то вот... Сейчас посмотрим, конечно, где производят. Потому что, ну, раньше Брама это тоже, как и все остальные марки, да? Вот она вот еще с этим вот как-то... С тиснением. И пробка до сих пор винтовая. И до сих пор она еще не скатилась до этого уровня, что бесцветная, просто какая-нибудь желтая пробка. Как бы... Ну, вот с нулевых. Ну, не с начала нулевых, но с середины нулевых. Она продавалась, она стоила дорого. Такая же была элитка, как раньше. Хейникин, Калсберг, Гёссер, Туборг и Ежи с ними. Ну, все помнят, я думаю, прекрасно эти времена. Но вот... Ой, зря я ее потряс. А я все нормально. Прошло время, и она стала стоить просто нереально маленьких денег. Трехсосинская, дырявая, за свое пиво больше просит. Как бы давайте посмотрим, что неужели начали... Ну, вот, конечно, тут шерифт, сами знаете, на горлышке вот этот. Червеза до Бразиль. Да, Брахман. Бисхэфси, да, читают? Я всегда читал Брахман. Ну, чисто вот, чисто вот, как. Вижу, так и читаю по-английски. А так, вроде Брама. Вот именно вот эта бутылочка. Она ассоциируется не с Мексикой, да? А вот именно с Бразилии. Вот розлив у нас. 0,3, 0,7, 22. То есть, я говорю, я еще ее... В начале осени точно минимум покупал. О, как бы... Не, ублюдский шерифт. Тут без лупы за. Не обойтись. Там мелкий, черный, нечеткий шрифт. Ну, вот так лучше. Даже можно рассмотреть, что здесь 4,3% алкоголя. Десятка всего лишь, ну... Летнее пивком. Не зря я сегодня такой... Слушайте, Хелес летняя, Брама летняя. Не зря у меня и футболочка сегодня как раз летняя такая. Состав вода, питьевая, солод. Пивальный, ячменный. Рис. Если у вас есть буковка Р, буковка Р и есть. Епта. Даже с лупой херово вообще. Или кукуруза. Нет, кукурузы тут нету. Что это за слово? Крупа. Какая крупа? А, крупа, блядь. Просто крупа. Ихмели продукты. Заебись вообще. Производитель. Ну, я думаю, это... Ну, вы понимаете, это вообще нереально читать. Так как буковка есть в этом, значит, еще какая-то... Это, сука, что в России неужели варят уже? Еще на Казахстан распространяется. Тут на двух языках. Давай. Я сейчас глаза сломаю. Чего в Омске? Так. Рекомендуется... Содержание... Изготовитель АО. НБФФС. Сука. Ну, это мы знаем, что это Клин. Ну, реально, это... 460 код, да? Это Россия. Это делает НБФ. Но. По чьей лицензии? А, или это вообще... Адрес производства филиал в Омске. Ребят, или я что-то не понимаю, или, в общем... Брама-то никогда бразильская не была, походу. Червеза доброзел. А ты Фес нас наебал. Ну, конечно, с таким шрифтом там... Кому будет интересно разбираться. Он сколько минут потратил. А он никогда и бразильским не был. Подожди. А пробки тогда? Наши же все равно разбирались в этом деле. У нас четко есть градация. В России лежат пробки, или в Бразильске, или в Бразилии. А я, походу, у всех... Я не помню, где они у меня лежат. Но они, походу, все лежат в кляну. Ну, ароматит так себе. От слова совсем. Грязный-грязный аромат. Чуть спиртяжит почему-то. Хотя там всего и три... Четыре и три алкоголя. Чубонами, что ли, опять отдают. Спиртяжит, потому что у меня сейчас глаза резать стало. Ладно, пробуем. Ой, какое кисленькое. А теориста у нас совсем не смешно. А, в конце, блядь. А не менее идет вкуса. Ну, да, в принципе, хорошо охладить. Летом, чисто в 30-ти градусную жару, мне кажется, пойдет. Ну, чтоб еще пиво стояло. Все бутылки лежали там в этом ведре со льдом. Кислинка освежающая. Потом не очень приятный солод. А потом идет онемение вкуса. Я не знаю, как это объяснить. Просто онемение. Как будто язык онемел. Это вот привкус риса вот идет. Нет, но вкус вы не почувствуете. Но вот это вот его, сука, сущность. Вот это риса. За 45 рублей. Ну, maybe, maybe. Почему бы и нет, если только вот как раз опять же на отдых. Куда-то не задумываясь о вкусе пива. Чисто халкать, заниматься какими-то делами. Пошел, покопал. Пришел, бутылочку засадил. Пошел дальше. Что-нибудь прополол. Бутылочку пришел, засадил. Потом дальше пошел. Что-нибудь там полил. А вечерком уже ставишь там шестереночку на стол. И тут же шашлычки начинаешь жарить. Сначала разводишь угли. Я люблю, предпочитаю не вот эти готовые. Я предпочитаю все-таки березку пожечь, чтобы насладиться. Ну, блядь, люблю, короче, костры жечь с детства. Такая вот херня. Насладиться и видом огня. Все же знают, да? Что на него можно бесконечно смотреть. Это очень красиво. Когда еще стемнеет. Ох! Ну, вот. Потом этот аромат от березы. Очень обожаю. Пропахиваешь, конечно, весь костром. Потом приезжаешь домой, весь провонявшийся. Но счастливый. Да, такие дела. И как бы вот пока шашлычок готовишь. Пока угли готовишь, у тебя три бутылки уйдет. Если не готовый угли, конечно. Пока мясо готовишь. Ну, что там, 15 минут жарится. Ну, да, там три бутылки не уйдет. Ну, пока кушаешь и все. Короче, пока жаришь и кушаешь. И еще три бутылочки ушло. Все, шестереночка у вас вечерком выпито. Я понять не могу. Это кислинка или карбонизация? Походу, карбон. А если выдохнется, то это вообще будет ужасно. На летней жаре. Но это надо просто с залпом пить. И вообще не давать ему ни выдыхаться. Тем более, чтобы оно теплело. Теплым ему вообще давать нельзя. Не знаю. Я думаю, многие так его и употребляют. Зимой очень плохо. А вот... Не, если любители, у кого есть ассоциации, так ведь еще есть любители, которые постоянно там как-то рефлексируют по лету, по даче или в поход сходили, вспоминают эту брахму. А тут зимой какой-нибудь... Оп, чемпионат по биатлону. И он такой, а возьму-ка я себе браму. Чего я буду себе брать? Какое-то тяжелое пивко. Нет, все же питкое пивко, да? Под спорт там вот это берут. Чтобы еще чипсами там всякой гадостью закусить. Так что... Пьют круглый год, потому что что-то, по-моему, мне кажется, она пропадала одно время. Потом опять так появилась. А я думаю, окей, будем брать, будем смотреть. Потому что я не помню с нулевых, что там по вкусу. Ну да, и что тут помнить? Я уже завтра забуду, что я сейчас попробую. Это сильная кислика с карбоном. Ну и припивается этот солод. Не очень приятный. А, вот. И ирис. Они по итогу припиваются. Мне кажется, вот столько высадил, а потом она у тебя пойдет только в путь. Так что вообще не стоит переживать, что ты там на даче с ней проблевешься. Единственное, бутылки светлые там еще в темноте ее надо нахрен хранить. Одна беда, одна беда. Ну, Клин, конечно, удивил. Завтра буду смотреть, где у меня эти пробки лежат. Ну, в России или в Бразилии. Не дай бог, в Бразилии я тогда пойду еще лазить по этикеточникам и смотреть, была ли когда-то Брама чисто бразильской. Ну, потому что даже нету упоминания, в принципе. Ну, я вот так вот не вижу на первый взгляд упоминания, чтобы она была по какой-то лицензии там или еще что-то. Странно, очень странно. Ладно, будем, как говорится, разбираться. Но это уже будет все за кадром. Это уже мои коллекционные заморочки. Давайте по... Так, чуть-чуть осталось у нас времени. По пивному меню на следующей неделе. На следующей неделе... Точно, перикарбон это. На следующей неделе у нас разное пиво, которое из разных стран. Не сильно дорогое. Там по 120 рублей. На второй план Да, будет пивасик Афь. И они будут у нас до субботы. Суббота отныне у нас Как я и говорил, Найтберг занимает. Это коллекция их выпущенная к 15-летию пивоварни. А воскресенье, как всегда, саботаж. То есть по 5 5 баночек будет. А вторым видео Там будет кое-что, Что я вам расскажу Уже потом. Завтра расскажу. Все. Не болейте, берегите себя. Будьте здоровы. Открывайте для себя новые стили пива. Открывайте для себя новые пива. Варни. Адьос и мигас. До завтра.